Что это здесь? Мы верим в посланников Аллаха. Что? Он сейчас занят. Позволь ему продолжить. Я люблю Аллаха. Что это? Что вы делаете? Ты кто? Я спит. Ты спит? Да. Хорошо. Если ты пришёл сюда потроллить, то я не буду. Нет-нет, я не смеюсь, я не троллю, я серьёзно. Ладно. Ты христианин? Я ещё не определился. То есть ты не выбрал? Да. Ты веришь в Создателя? Да, я верю. То есть ты веришь, что кто-то создал небеса и землю? Да, я верю в Бога. Хорошо. Мы тоже верим в Бога. Хорошо. Наше определение Создателя – он не является ни мужчиной, ни женщиной. Он не такой, как мы с тобой. Создатель не является ни мужчиной, ни женщиной. Он не такой, как мы. Ладно. Есть христиане, которые верят, что Бог – это человек, и он умер на кресте. Как мусульмане мы не верим в это. Ладно, мы верим, что Создатель сотворил всё. Если, к примеру, я скажу тебе подумать о цвете, который не похож ни на один существующий цвет, можешь ли ты представить его? Не понял. Я говорю про цвет, который не похож ни на один существующий цвет. Новый цвет. Можешь ли ты представить его? Да. Приведи пример. Серовато-чёрный. Но всё ещё ты используешь существующие цвета, чёрный и серый. Я же говорю, можешь ли ты подумать о цвете, который не похож ни на один существующий цвет? Конечно, ты не можешь. Ведь ты ограничен твоим ощущениям и опытом. Да, верно. Мы говорим, что мы не можем представить Аллаха нашим ограниченным человеческим представлением. Он не похож на его творение. Ладно. Аллах не мужчина, не женщина, и это не идол, и это не картинка. Он всемогущий. Что? Уходить? У нас здесь Кусия. Да. Почему ты забираешь его? Да, я хочу слушать, я хочу слушать. Так что Аллах не похож на его творение. Он всемогущий, правильно? Да, верно. Поэтому ты должен помнить и задумываться о том, что есть Тот, кто дал тебе эту жизнь и привёл в неё. И ты должен помнить, что Он может забрать твою жизнь в любой момент. Сегодня или завтра. Верно? Это и есть Создатель в исламе. Аллах создал нас, и Он испытывает нас в этой жизни. Я уже знаю некоторые вещи об исламе. Расскажи мне, что ты знаешь об исламе. Ладно, я знаю о том, что когда ты становишься мусульманином, у тебя будет 4 или 5 жен. И я знаю, что вы не можете есть свинину. Ладно. И вы молитесь 5 раз в день. Хорошо. И также Судный день. Большой, большой день. Ну день, давай помоги мне, брат. Я чувствую, что ты троллишь. Нет, я не троллю, я совершенно серьёзно. Просто так кажется. Смотри, религия для нас очень серьёзна, поскольку мы мусульмане. Да, я уверен, что ты знаешь это. Я уверен, что люди твоего общества очень хорошо знают. Мы относимся к исламу очень серьёзно. Я понял. Мы не шутим и не троллим, когда дело доходит до ислама. Мы действительно верим в Судный день. И ислам не учит, что каждый мусульманин должен жениться на 4 женах. Откуда ты взял эту идею? Нет, я не шучу, я совершенно серьёзно. Она не с нами, она христианка, не переживай о ней. Так что если ты прочитаешь Коран... Подожди, почему я должен уходить? Ассаламу алейкум, братья и шёстры. Это автор канала Презивдава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово, потому что моему каналу полностью отключили монетизацию. И я хочу продолжать переводить Закера Найка и другие лекции, потому что благодаря этим лекциям много людей приходят в ислам и осознают истину. И благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. И иншаллах, Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok